Здравствуйте всем! Наш видеоролик посвящается как проверить якорь, статор, другие типы электродвигателей на короткое замыкание, в нашем случае межвитковое замыкание. Данное устройство, измеритель короткого замкнутого витка, предназначен для проверки всех типов двигателей, где находятся пазы, якорь, статор, асинхронный двигатель. Давайте рассмотрим более детально. Легкосъемная батарейка, 20-32, регулятор, который нам позволяет выбрать чувствительность данного прибора. Подготовка прибора осуществляется следующим образом. Когда взяли индикатор короткого замыкания, у нас светит красный или зеленый цвет. Для того, чтобы подготовить его, здесь есть отверстие и регулятор. Подводим регулирование данного прибора в положение, когда у нас будет светиться не ярко-красный и не ярко-зеленый цвет данного прибора. Регулируем до появления красного цвета. Порог появления красного цвета. Начнем с проверки якоря. Для того, чтобы проверить якорь, нам убедиться надо, что в якоре нет обрывов. Иначе индикатор короткого замыкания не сможет проверить якорь. Для этого мы берем прибор и проверяем между ламелями сопротивление. В данном случае у нас межламельное сопротивление составляет порядка 2 Ом. Обусловимся, что будем считать обрывом. Обрывом будет считаться, если нормальное сопротивление будет хотя бы превышать в 2 раза. В данном случае мы видим, что сопротивление между ламелей и соседнее превышает в 2 раза. Такой якорь мы считаем в обрыве и нам даже не стоит его проверять на индикаторе короткого замыкания. Убедились, что в якоре нет обрывов. Теперь мы можем проверить его на межвитковое замыкание. Тут мы уже используем наш удобный приборчик настроенный. Если он показывает зеленым цветом на пазах якоря, это говорит о том, что межвиткового замыкания в якоре нет. В индикаторе короткого замыкания ВКЗшки есть 2 беленькие точки. Они позволяют у нас проверять железо в размерах этого поля. Видите, якорь этого поля намного больше. Это нам ничего не мешает. Сымитируем межвитковое замыкание. Возьмем немножко фольги зажмем и включим индикатор короткого замыкания. так, чтобы было видно. Вот у нас есть красный цвет. Убираем фольгу пальчиком. Зеленый цвет. Для того, чтобы показать более визуально, что прибор проверяет от 1 до 800 витков, если будет даже на якоре один виток якорь намотали мы один виток можем проверить короткое замыкание с помощью индикатора когда будем замыкать концы. в данном случае я ставлю на паз индикатор короткого замыкания и замыкаю. видно, что при даже замкнутом одном витке у нас индикатор работает. Проверка асинхронных двигателей с большим количеством витков данный китайский двигатель от мясорубки или кофемолки содержит очень большое количество витков доходящих до 800. индикатор короткого замку короткозамкнутых витков можно отрегулировать чувствительность. в данном случае я ничего не регулировал проверим короткое замыкание или сымитируем короткое замыкание асинхронных двигателей. в данном случае я замкнул две обмоточки перемычка и проверяем и проверяем в какой-то обмотке есть короткозамкнутый виток вытаскиваем светится зеленым цветом более мощные двигатели также можно их проверять смотрим что двигатель перемотанный не имеет короткого замыкания сымитируем короткое замыкание соединив два провода обмоток вместе сразу мы уже попали на коротыш отсоединяем и видим устройство работает правильно и верно ко всем достоинствам и козэшки у нее конечно есть и свои недостатки индикатор короткозамкнутого витка не проверяет межобмоточные замыкания якорь или статор как правило если статор имеет одну обмотку он проверит сто процентов если же обмоток большое количество то он может межобмоточные замыкания не проверить ну как правило по опыту межобмоточные замыкания приводит к сильному нагреву и визуально видно нагары на двигателе или короткое замыкание еще один недостаток это конечно холод в холодное время суток лучше его держать в тепле в кармане смена батарейки осуществляется очень легко ее хватает буквально на 2-3 года работы индикатор залит датчики у него тоже залиты что позволяет ему не бояться ни ударов ни воды не и она не датчик не не после